А перед тем, как начать наш выпуск, настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости из мира спорта и бокса, а также оповещаем вас о выходе новых видео на канале. Будь первым, кто увидит выпуск. Я никого не боюсь, включая Головкина. Я хочу большие бои и не боюсь рисковать. Я уверен в своем боевом стиле, и я здесь для того, чтобы доказать, что лучше других. А лучший способ это сделать – драться с лучшими. Конечно, я хочу драться с Саулем. Да что там я, все хотят этого боя. Он отличный боец и хорошо отбоксировал с Мигелем Котто. Кроме того, у него есть ценный опыт 12-раундного противостояния с Флойдом и Везером. Сейчас Альварес намного лучше, чем был несколько лет назад. Начало осени 2017 и 2018 годов надолго запомнилось любителям бокса боями одних из лучших средневесов в истории этого вида спорта. Мексиканца Сауля Канелла Альвареса и казахстанца Геннадия Геннадьевича Головкина. Оба бойца находились в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Головкин через 5 дней после их первого боя его возглавит. Альварес будет первым через год после второго боя, когда победит Сергея Ковалева и одновременно будет владеть чемпионскими поясами сразу в трех весовых категориях. Добро пожаловать снова на канал На Связи. Жми на лайк, подписывайся и включай уведомления, если еще этого не сделали. А мы начинаем. Бой Головкина и Альвареса был одним из самых ожидаемых в 2017 году. Вот, к примеру, слова президента Всемирного боксерского совета Маурисио Сулеймана. История бокса знает немало случаев, когда бои тушились, жарились и подогревались тем или иным образом. Так, чтобы устроить бой Чавеса и Камача, потребовалось 6 лет. Примерно столько же времени ушло на организацию поединка Майвезера и Пакьяо. А встреча в ринге Альвареса и Кота ждали два года. Бой между Саулем и Геннадием – истинный мегафайт. Они хорошо друг друга знают, общаются напрямую и уже изъявили желание оказаться в одном ринге. Эти ребята хотят драться. И действительно, в 2017-м это был, пожалуй, самый лучший поединок, который можно было устроить в тогдашнем профи-боксе. Два элитных боксера на пике своих возможностей, с приблизительно равной антропометрией в комфортном для них весе. Как и типично для конкурентных противостояний, прогнозы на схватку были самыми разными, в том числе полностью противоположными. Надеюсь, этот поединок состоится в сентябре, что даст Саулю время для набора веса. Считаю, что Геннадий уверенно выиграет. Мне крайне тяжело представить, что Саулю удастся с ним справиться. Поединок может получиться очень интересным и зрелищным. Но Альварес не является большим средневесом, а Головкин уже очень долго выступает в этой категории. Просто не воображаю, как Головкин может проиграть этот бой. Тем не менее, надеюсь, что поединок состоится, потому что это станет грандиозным событием для нашего спорта. Что скрывать, это интересный и серьезный бой. В то же время, я не могу сказать, что он будет сложным, потому что нет ничего сложного в том, чтобы противостоять сопернику, который только и умеет, что идти вперед и бить с акцентом. Головкин очень силен, но и мы уже встречались с сильными соперниками и покидали поле битвы победителями. Канелло не боится Головкина. Канелло побьет трипл джи. Головкин тот самый парень, которого недавно перебоксировал полусредневес, если мне не изменяет память. Я знаю бокс, никто в мире не знает бокс так, как я. Канелло нокаутирует Головкина и в конечном счете будет драться с Эролом Спенсом. Это будет очень большой бой, таково мое мнение. Я бы поставил на Головкина в таком поединке. Мне понравилось, как он спокоен, ему нравится веселиться в ринге. Он понимает, что это опасный спорт, но почему бы немного не поразвлечься. Мы пропускаем удары, от этого никуда не деться. Но иногда лучше подурковать, чем быть серьезным. Просто нужно знать, как это совмещать. И если тебе это удается, ты становишься великим. Так вот, я бы поставил на Головкина. Лас-Вегас, США, 2017 год. Геннадий Головкин против Сауля Альвареса. Сразу же после стартового гонга представитель Казахстана захватил инициативу в свои руки и начал работать первым номером. Мексиканец предпочитал умело защищаться и отвечать контратаками. В целом, бой был очень конкурентным. Трипл-Джи наносил больше ударов, но большинство из них были джебами. Канело же пытался достичь успеха, сконцентрировавшись на силовых попадениях. За первые шесть раундов боя Головкин пробил 332 удара, из них 94 достигли цели, в том числе 49 силовых. Статистика Альвареса в экваторе поединка насчитывала 226 ударов, 79 точных, в том числе 45 силовых. Как видим, действующий чемпион, а им был на тот момент казахстанец, мягко говоря, бой как минимум не проигрывал. Во второй половине боя Альварес включился более мощно. Начал работать с сериями, наносить больше ударов, что подтвердила и статистика. С шестого по двенадцатый раунд он выбросил 279 ударов, точных 90, 69 силовых. Но Головкин все равно выбросил на 92 удара больше, 371. Точных на 34 больше, 124, силовых на 8 меньше, 61. После окончания боя все с нетерпением ждали судейских записок, ведь бой был действительно очень близким. Нереальные 118-110 в пользу Альвареса, минимальные 115-113 в сторону Головкина и ничейные 114-114. По итогу победителя не выявлено и как результат ничья раздельным решением судей. Сразу после оглашения результатов бойцы согласились на реванш, а пресса и фанаты начали возмущаться результатом судейства. Одни считали, что официальный результат соответствует действительности, другие увидели превзятость в финальных оценках. Вот примеры слова известного тренера и комментатора Тедди Атласа. Это все деньги. Бокс не заботится о вещах, о которых должен заботиться. Бокс заботится о деньгах, власти и влиянии. Есть группа избранных промоутеров в мире бокса, у которых в руках сконцентрирована вся власть. Они контролируют, кому судить и как судить. Я же всю неделю кричал о том, что будет судейский беспредел. Откуда я, по-вашему, знал об этом? Лас-Вегас, США, 2018 год. Геннадий Головкин против Сауля Альвареса. Год спустя Геннадий Головкин и Сауль Альварес снова вышли в один ринг. На этот раз картина боя была немножко иначе. Альварес сразу же со стартового гонга был намного более активен, чем в первом бою. Головкин же, может быть, впервые в своей профессиональной карьере не шел вперед, чтобы навалять противнику. А боксировал, то атакуя, то отходя назад и защищаясь. Но была ли такая тактика оправдана? Снова ровный бой, конкурентный бой. Геннадий снова больше бил. 879 ударов против 622 в Сауля. Больше попадал. 234 точных удара казахстанца против 202 в мексиканца. Но канал снова перебил Геннадия по числу силовых ударов. 143 против 116. А также на этот раз больше контролировал центр ринга и задавал темп боя. Оба боксера отметились многими мощными и зрелищными попаданиями. Но ни один из них не смог ощутимо потрясти соперника. Но зато оба бойца к концу боя получили рассечение у Triple G над правым глазом, а у Канело над левым. После финального гонга никто не смог спрогнозировать результат, ведь все помнили непредсказуемость судей в первой встрече и нервно ждали их вердикта. 114-114 ничья и дважды 115-113 в пользу мексиканца. Справедливо ли это? Не знаю выгодно и прибыльно ли это? Конечно да. Также хочется отметить, что вряд ли бы многие чемпионы потеряли свой бы пояс, боксируя с противником, так как Геннадий во втором поединке с Канело. Примеры. Владимир Кличко против Брайанта Дженнингса, а Донни Стивенсон против Баду Джека, первый бой Рой Джонса против Антонио Тарвера и многие другие. Но популярность сыграла свою роль. Более молодой и перспективный мексиканец все-таки победил Геннадия Головкина и открыл себе путь к новым вершинам бокса. А как считаете вы, заслужил ли Альварес победу в этом бою или это все бизнес? Пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok